Микс Ньюс Здравствуйте, в эфире программа Разворот. Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас директор Рижской 40-й средней школы, член Ассоциации руководителей образования Елена Ведищева. Добрый день. Добрый день. Телефоны прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Можете звонить, задавать свои вопросы в ходе эфира и 230 6191 на швадцап Также можете писать нам сообщение Зачитаю все в прямом эфире, все, что успею. Так что, если у вас есть вопросы или какие-то реплики, вы не откладываете на конец программы. Поводом для нашей сегодняшней встречи был призыв Ассоциации не публиковать результаты централизованных экзаменов. Почему вы пришли к такому мнению, что с этой просьбой надо обратиться и почему именно сейчас? Почему не годом ранее или два года назад или еще какое-то время назад? Совершенно верно. Мы именно сейчас обратились с этим призывом к Министерству образования по очень простой причине. Сейчас очень остро стоит вопрос о оценке качества работы школы. И как основной критерий оценки качества работы школы выбран результаты централизованных экзаменов. В том числе и на протяжении последних лет, что мы наблюдали не только как члены ассоциаций, может это наблюдать любой гражданин Латвии, житель Латвии, каждый, кому было нелениво, создавали свои рейтинги. А статистика, как известно, это наука, она не терпит приблизительности. А рейтинги составались по принципу средней температуры в больнице. И неумело пользуясь доступными статистическими данными, рейтинги составались каждому по, если так можно сказать, изначальной цели. Например, если заведомо выставить школу и обвинить ее в недоброкачественности, достаточно ее сравнить с результатом централизованных экзаменов маленькой сельской школы с результатами централизованных экзаменов первой гимназии. То есть с таким же успехом, наверное, можно сравнить результаты нашей марафонской пробежки с результатами пробежки марафонца бегуна. И ассоциации обращаются с просьбой не публиковать результаты каждой школы отдельно. Мы остаемся уверены в том, что необходимо делать анализ и публиковать общие результаты по регионам, по типам школ. Но результаты каждой школы в отдельности должны быть доступны учредителю. В основном у нас учредители учебных заведений – это самоуправление. Бесспорно, самоуправление, если хочет рационально использовать свои финансовые ресурсы, четко должно понимать, какой результат дает школа. Но только самоуправление имеет полную картину и полное представление, с какими начальными результатами начинает работать школа. То есть нельзя использовать для статистики, для рейтингов только конечный результат работы школы. Но почему именно сейчас? Почему не какое-то время назад? Почему сейчас остро стал этот вопрос? Потому что количество лжерейтингов, если так можно сказать, увеличилось просто в геометрической прогрессии. Но эти рейтинги ведь влияют только на выбор родителей, наверное, которые хотят в более престижную, по их мнению, или в менее престижную школу отдавать. Это влияет не только на выбор родителей, это влияет на отношение общества к образовательному учреждению. То есть уже общество знает, что эта школа хорошая? Совершенно верно. А нет ничего сложнее, чем менять отношение общества, особенно, если так можно сказать, исторически сложившееся отношение общества к какому-либо образовательному учреждению. Я думаю, что многие родители, и тем более директора школ, согласятся. Достаточно всего один год не совсем успешно сдать экзамены или один год оказаться в проигрышном положении относительно гимназии, как тоже начинаются слухи, расследования и выяснения обстоятельств, почему же школа вдруг стала другой. Наверняка многие знают такую риторику родителей, которые оканчивали школу, приводят в свою родную школу ребенка, проходят по коридорам и говорят, да, а моя школа уже не та. В таком случае у меня простой совет, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя, вот тоже уже не те. Ничто не стоит на месте, все меняется. Вопрос, в какую сторону меняется. Но ведь все равно есть общий рейтинг, который Государственный центр содержания образования выдает, и вот эта хрустальная сова, которая тоже каждый год... Хрустальную сову дает частный фонд, фонд дружеского призыва, Драудзайгайцена Аймафонс, и у этого фонда, если мы говорим о рейтинге этого фонда, действительно только один критерий, результаты централизованных экзаменов, но они просчитываются пропорционально количеству сдающих экзаменов, как-то, например, и учитываются, вы знаете, что есть экзамены, обязательные централизованные экзамены, математика, латышский язык, и один иностранный язык, есть экзамены выборные. Естественно, что выборные экзамены, как правило, предпочитают сдавать ребята, которые чувствуют свою уверенность, свои силы в этом экзамене. И представьте себе, что если в школе, например, физику сдают один человек, и этот человек олимпиадник по физике, естественно, его результат будет прекрасным. Можно ли судить по этому результату о качестве работы по физике в принципе в целом в школе? И у фонда дружеского призыва есть одна положительная черта в рейтинге, потому что они также на своей домашней страничке показывают динамику школы. То есть что происходит с конкретной школой, которая входит в их рейтинг на протяжении нескольких последних ред. То есть результаты улучшаются, ухудшаются. На мой взгляд, это более корректно и более честно по отношению к школе. Хотя в любом случае, как директор, я считаю, что нельзя сравнивать один выпуск с другим выпуском, так же, как нельзя сравнивать одного ребенка с другим ребенком. Но все равно у нас есть в Риге, да и, наверное, по всей Латвии список школ, топ какой-то, которые все знают, что они престижные, и хорошее образование. Они в любом топе, они все равно будут первые. Это первая гимназия, губерский лицей, та же сороковая школа, анимужская гимназия. То есть это какие-то школы, которые в любом случае в этом десятке, в том или ином порядке, но они все равно прозвучат. И результаты экзамена, там чуть хуже, чуть лучше, какой-то год, они, как правило, не зависят. Вы знаете, я бы хотела, наверное, вернуть слушателей на события восьмилетней давности, 2011 год, когда Рижская сороковая школа объединялась с Русской Ломоносовской средней школой. Вы совершенно правы, сороковая школа осталась в десятке лучших русских школ, но не в первой тройке, сколько было разговоров. Это все из-за того, что произошло слияние, кто в этом виноват и что с этим делать. Это создавало столь негативные и столь ненужные вибрации в обществе, которые непосредственно влияли на, если так можно сказать, эмоциональное самочувствие коллектива, на эмоциональное самочувствие детей. Вопрос. Нам нужны такие эмоции? Более того, выбор родителей могут так же сделать, ведь каждая школа до первого сентября, то бишь до начала учебного года, публикует так называемую самооценку пашного Airtimes за предыдущий год работы. То есть каждый год он актуализируется. И одна из глав этой самооценки это как раз результаты по централизованным экзаменам и по каждодневной работе. То есть если родитель хочет посмотреть, что происходит со школой по централизованным экзаменам, да, нужно немножко больше поработать. Нужно зайти на домашнюю страничку школы, нужно найти эту самооценку. Но это очень полезно, потому что это не ОБС, одна бабушка сказала, это уже официальный документ, который согласовывается с учредителем учебного заведения. И более того, прочитав этот документ, у родителя создаться более полное впечатление о школе. Ведь когда мы, как люди, делимся своим впечатлением о школе с любым другим человеком, мы туда вкладываем свой жизненный опыт, свои впечатления, свои эмоции. Что греха таить, мы иногда способны удивить сами себя и удивить окружающих. И у каждого из нас с любой школой может быть связана как положительная, так и отрицательная эмоция. Более того, нужно четко понимать, что идеальных школ не бывает. Потемкинские деревни, наверное, уже давно потели в БОЗе, и поэтому четко нужно понимать, что школа выбирается не по одному критерии, не только по результатам стерилизованных экзаменов. Есть родители, для которых очень важна физическая среда школы. То есть, чтобы были отремонтированы помещения, чтобы была игровая площадка для детей, чтобы был стадион. И этого вы не увидите ни в одном рейтинге. Для этого нужно зайти на домашнюю страничку школы и прочитать самооценку школы. Но бывали ли случаи в вашей практике, в вашей школе, что приходили родители, говорили, вот мы там посмотрели результаты экзамена за прошлый год и решили забрать своего ребенка, потому что нас там что-то не устраивает? Столько ардинальных случаев не было, но последние годы у нас есть ряд родителей, которые забрали своих детей и уже в основной школе перевели их в латышские школы. Очень четко аргументируя, что так как среднее образование сейчас будет только на латышском языке, они хотят, чтобы дети уже заранее адаптировались в латышской школе и чтобы как можно раньше окунулись в латышскую среду. Мы продолжим эту тему перевода на госязык чуть позже. Вот еще если про экзамены, коротко уже закончить эту тему, Государственный центр содержания образования все-таки сказал, что общество имеет право знать результаты экзаменов и закрывать доступ к ним не собираются. Вы будете продолжать настаивать на этом? Через какое-то время опять инициируете разговоры об этом? Да, мы будем продолжать этот разговор, потому что наша основная мысль не ограничить общество в доступе к этим результатам, а ограничить манипуляции третьих лиц с этими результатами. То есть как можно больше свести к минимуму лжерейтинги, лжеманипуляции, и чтобы, если уж и публиковался какой-то рейтинг, чтобы это был государственный рейтинг, чтобы за него несли ответственность конкретные люди. Если тему экзаменов закрыть, уже утечка недавно произошла. На весенних каникулах дети сдавали экзамены по языкам, и буквально на следующий день стало известно, что утечка экзамена по английскому языку, по устной части утекла в соцсети, и дальше, дальше, дальше пошло всё, и достаточно быстро расследовали уже там к концу, в начале недели стало известно, к концу недели уже нашли виноватых. Да, как уберечься от этого? И вот вы, как и учитель в том числе, вот если очень учителю хочется помочь своим ученикам, ведь именно из этих побуждений произошла утечка, это не там какой-то школьник сфотографировал, выложил. Вы знаете, мне кажется, любой педагог, в первую очередь, при том, что он, я не знаю таких педагогов, которые бы не хотели помочь своим ученикам, но момент экзамена – это час истины. Это час истины, когда в первую очередь нужно уважать себя и уважать результат своей работы. Это тот момент, когда происходит, ну, если так можно сказать, отчёт, это праздник труда, не может такого быть, чтобы ребёнок 9 лет или 12 лет учился и ничему не научился. Он всё равно получает какой-то результат. И утечка данных – это личная ответственность каждого учителя, в чьи руки передаётся содержание экзамена. Дело в том, что когда вскрываются конверты, которые мы получаем из Министерства образования, работы считаются, соответственно, количеством сдающих экзамены, и они оказываются в руках у педагога. Дальше ответственность за эти работы несёт педагог. И тут только его личные этические качества, его личные этические ценности могут его удержать от попытки вот таким вот образом помочь. А самое главное, на мой взгляд, утечка темы сочинения, чем она может помочь, по большому счёту. Перед смертью не надышишься, не налезался – не наешься. То есть я ещё хочу обратить внимание на исторические некоторые такие моменты. Все, наверное, помнят начало 2000-х годов, когда только начали мы практиковать централизованные экзамены. Самый популярный был экзамен по математике, когда около часов лайма продавалось и покупалось всё, что угодно. По 16 вариантов якобы оригинального экзамена по математике люди покупали, ночами решали и так далее. Когда они приходили на экзамены, оказывалось, что это не тот экзамен. То есть это попытка обмануть самих себя. Но ответственность за это несёт каждый педагог конкретно, который участвует в этом. Педагогу потом, коротко уже до перерыва на новости, уже совсем мало времени. Может оставаться в профессии, в школе или его надо изгнать? Я считаю, что нет. Мы прерваемся на новости рекламы. Не переключайтесь, продолжим. Скоро уже. Мы продолжаем программу «Разворот». Директор Рижской 40-й средней школы, член Ассоциации руководителей образования Елена Ведищева у нас сегодня в студии. Звоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9. Есть у вас возможность задать свой вопрос. Можете писать нам в WhatsApp 230-6191. Продолжим мы реформы, такой объёмной, которая включает и оптимизацию, и содержание образования, и перевод школ нацменьшинств, так называемых, в народе просто русскоязычных школ, но в том числе, конечно, там и литовские, и польские входят в это, на государственный язык обучения. Вы вот уже упомянули в первой части, что часть родителей предпочитают переходить в государственные школы на латышском языке, которые изначально уже на госязыке преподают. Как вы, в частности, в своей школе, и вы в ассоциации наверняка тоже обсуждаете, школа нацменьшинств готова к этому переводу? У вас есть учителя, которые будут осуществлять вот это вот образование? Так как я сегодня в первую очередь как представитель не ассоциации, а профсоюза работников, руководителя образовательных учреждений, я должна сказать, что в ассоциации обсуждая этот вопрос, первое, что встает, проблема, никто не говорит о том, что реформы не нужны, реформы нужны. Вопрос, какими ресурсами эти реформы внедрять в жизнь. И на данный момент и в русских, и в латышских школах одна общая проблема – дефицит учителей латышского языка. А если мы говорим о реформе, о переходе на государственный язык обучения, то он тут же превращается в инструмент. Если латышский язык плохо выучен, если латышский язык плохо изучается, значит инструмент плохой. Достичь хорошего результата плохим инструментом достаточно сложно. И на мой взгляд, как директора школы национального меньшинства, и на взгляд моих коллег, директоров латышских школ, абсолютно ненормальная ситуация, когда в Латвии наблюдается острый дефицит учителей латышского языка. Причем не только в русских школах, в литовских, в польских и так далее, а также в тех школах, где язык обучения латышский. Но тут уже вопросы престижа профессии. Значит, люди просто не хотят идти в эту профессию, и все знают почему. Потому что надо отстаивать прибавку за 40 евро пикетами, забастовками и прочим. На мой взгляд, прибавка к зарплате – это только один из огромного количества мотиваторов. Если мы говорим о престиже профессии, бесспорно, возможность заработать свои профессии на достойное существование – это очень важно. Но еще очень важно отношение общества к твоей профессии. И не будем лукавить и скажем откровенно, что в обществе учителя, педагоги не являются той популярной профессией, которой мы проявляем уважение каждый день. Дело в том, что учителя были бессеребрянниками во все времена. Это не значит, что мы должны согласиться с тем, что мы теперь и до 22 века будем бессеребрянниками. Но если мы, если так можно сказать, повернем ленту времени, совсем немного назад профессия учителя была уважаемой профессией. Что наблюдаем мы на данный момент? Не в обиду вам, средства массовой информации. Учителя, родители, дети с удовольствием обсуждают, какие у нас учителя ленивые, плохие, насильники, эмоциональные. То есть они не хотят работать, они только хотят получать заработную плату. Если мы посмотрим, какая создается среда вокруг профессии, до зарплаты очень часто дело вообще не доходит. И я предполагаю, что молодое поколение, когда встают вопросы получения профессии, да, они учатся на педагогическом факультете, но чтобы пойти работать в школу, могу ли я на эту заработную плату, например, снять квартиру или взять кредит? Нет, не могу. Могу ли я, выйдя с работы, быть уверенным в том, что меня никто не обзовет, на меня никто не наорет и меня никто не унизит? Нет, не могу. И я прекрасно понимаю молодых педагогов, которые после окончания педагогического вуза разворачиваются в сторону от школы, а не в школу. Я прекрасно понимаю педагогов, которые приходят в школу и, столкнувшись с первыми проблемами, они появятся в первый же день, принимают решение, что нет-нет, моя нервная система мне куда более дорога. Заплатите мне любую заработную плату, я в этом работать не хочу. Вот про престиж профессии вы сказали, что такое отношение, это беспочвенно или, ну, иногда кто-то, это же достаточно, чтобы один человек из тысяч педагогов как-то скомпрометировал себя, или там, не знаю, кто-то снял какое-то видео, сейчас технологии развиты, да, как там кричат чуть ли не матными словами или там за волосы таскают, и уже всё, этого достаточно. Абсолютно, наверное. Поводы для этого тоже есть, наверное, какие-то. Я с вами согласна, что нет дыма без огня, долой предрассудки, учитель тоже человек, мы не лишены человеческих слабостей, если так можно сказать, и бывают моменты, когда мы приходим в состояние белого коленя, не способны удивить окружающих, но при этом я бы просто всё-таки просила не экстраполировать ситуации, которые происходят с одним конкретным учителем на всю профессию, ведь если мы, например, увидели в Ютьюбе ролик о том, как какой-то семейный врач выписал неправильный препарат, мы не начинаем думать, что все семейные врачи бездари и выписывают неправильные препараты. Более того, парадокс заключается в том, что родители, которые в общественном транспорте бурно обсуждают этих бездарных педагогов и ужасных учителей и так далее, приходя в школу, начинают проситься, а вот я хочу к Марье Ивановне, потому что Марья Ивановна хорошая педагога, значит, всё-таки есть в профессии хорошие педагоги. И опять-таки, если мы говорим о том контексте, который касается профессии педагога, я просто предлагаю всем нашим слушателям сегодня вспомнить, когда последний раз они читали или слушали нечто хорошее о профессии педагога. И я боюсь, что нам придётся вспоминать очень далёкое прошлое, хотя на самом деле профессия педагога прекрасная, на мой взгляд. Это единственная профессия, которая даёт возможность каждый день переживать безумство молодости, радость детского открытия, познания. Это профессия, которая даёт тебе возможность каждый день меняться, причём меняться к лучшему, узнавать что-то новое, развиваться, расти. И мнение о том, что у педагога нет возможности роста в школе, оно немножко искажено, потому что и в образовании педагог может расти, и, если так можно сказать, участвовать в применении своей профессии. Потому что современная школа отличается тем, что огромное количество возможностей участвовать в различных проектах, участвовать в различных рабочих группах. То есть не зацикливаться только на преподавании своего предмета. – Возвращаясь к учителям латышского языка, которых мало, или качество у них хромает, что с этим делать на сегодняшний день? Вот в следующем, через год надо ввести уже полностью обучение на латышском языке. Мы не готовы, учителей нет, реформу не отменят. Шуплинская как бы дала понять, что ничего не изменится, готовьтесь. – Ну да, плана «Б» нет. – Да. – Я могу сказать, что происходит на данный момент. На данный момент, то есть до начала учебного года, казалось бы, еще пять месяцев, однако все директора тайно ли явно уже ведут беседы с учителями латышского языка о работе с 1 сентября 2019 года. И я должна честно признаться, в ход идут все инструменты. – То есть переманивают из одних школ? – Совершенно верно, совершенно верно. Силы убеждения, возможностями профессиональной реализации, да. И, к сожалению, на данный момент директора школ не те, кто выбирают. Учителя выбирают в прямом смысле этого слова. То есть учитель латышского языка ходит по школам и делает кастинг школ директоров. – И выбирает. – И выбирает, да. – Вот мы уже затронули реформу, и в том числе реформу помимо латышского языка обучения. Оптимизация школьной сети – это тоже один из поводов дать или не дать вот эту прибавку, да. Вы сами сказали, что 8 лет назад пережила 40-я школа вот это слияние с Ломоносовской школой. На своем опыте можете сказать, насколько оптимизация нужна, не нужна. И в том числе ассоциация руководителей образования тоже несколько лет назад заявляла о том, что непродуманная вот эта школьная сеть в Латвии экономически действительно не всегда обоснована существование той или иной школы. – В ситуации объединения, которую пережила Рижская 40-я средняя школа, было больше плюсов, нежели минусов. – Школа, наконец, смогла начать работу в одну смену. Дети, наконец, смогли посещать группу продленного дня. Дети, наконец, смогли начать посещать программы по интересам. Причем ни одному ученику Ломоносовская средняя школа не была отказана в продолжении обучения в том же любимом родном здании. Мы предложили учителям Ломоносовской школы работу у нас. И они пришли к нам работать. То есть школа получила, если так можно сказать, достаточно сильное вливание нового педагогического состава, новых педагогических кадров. В данной ситуации я лично, даже не как член профсоюза руководителя образования, в том процессе оптимизации, который проходит, усматриваю два фактора риска, достаточно серьезно. Первый – это такой легкий шантаж. Если не закроете школу, не получите повышение заработной платы. И второй момент риска, который вытекает, собственно говоря, из первого, что школы закрываются механически. Оцениваются ли все риски, все потери при оптимизации школ. Если оптимизация школы приносит больше плюсов, тогда я считаю, это оправданная оптимизация. Если оптимизация школы приносит больше минусов, но мнимую финансовую выгоду, вопрос, кто для кого существует. Дети для школы или школа для детей? Не получается ли, что чуть-чуть эти вопросы, ну вот 10-15 лет назад, да, еще когда Карл Шадурский первый раз был министром образования, вот эта билингвальная система образования вводилась, тогда были и курсы латышского языка для учителей, и как-то вот тогда все это началось так активно, учителя ходили на эти курсы, потом вроде как все свыклись с билингвальной системой образования, да, она как бы вот прижилась, вроде как никаких изменений, можно чуть-чуть как бы, ну вот по течению... Отдохнуть. Отдохнуть, да, не думать о том, что завтра уже будет латышский язык, и надо быстрее-быстрее там его обучать, учиться и вводить. То же самое с оптимизацией школьной сети, какое-то время об этом говорили, потом надо критерии, эти критерии как-то никто нам не показал, школу тоже вроде как не требовали, и опять на это на время забыли, теперь вот надо это завтра делать, и опять мы говорим про то, что нет критериев и так далее, и так далее. Не получается, что и школы тоже в какой-то момент как бы нас не трогают, ну и мы будем, не будем эту тему поднимать. Я думаю, что школы, которые уже длительное время существуют в ситуации, модели финансирования, деньги следуют за учеником, очень не могли себе позволить находиться в состоянии покоя. То есть, естественно, чем больше учеников в школе, тем больше финансирования у школы, тем больше возможностей роста у школы. Мне неизвестна ни одна школа, которая предпочла вегетировать в состоянии покоя и смириться с тем, что получает малое финансирование, но и слава Богу. Если мы говорим о маленьких сельских школах, иногда их педагогическая и воспитательная жизнь бурлит куда ярче, чем жизнь в школах в больших городах. Но при всем при этом, если мы говорим о закрытии таких школ, мы должны четко понимать, что везти ребенка в ближайшую школу два часа – плюс это или минус? Что он будет делать эти два часа? Во сколько он должен встать, чтобы через два часа оказаться в другой школе? Если мы говорим об объединении двух школ в одном городе, какую школу к какой школе присоединяют? Опять, что происходит с логистикой детей? То есть этот процесс не может быть механическим. И так как я являюсь сегодня представителем профсоюза, руководителя образовательных учреждений, очень четкий вопрос встает, что произойдет с учителями, с руководством школы, которая оптимизируется. И в данной ситуации, казалось бы, ну вы же говорите, что дефицит педагогов. Вот и замечательно, сколько новых педагогов у вас будет. Да, новые педагоги будут, но сможем ли мы им обеспечить нагрузку при слиянии двух школ? Замечательно, если сливается маленькая школа с большой школой, и будет возможность обеспечить нагрузку. Мы опять встаем перед таким риском, что оптимизируя в одном месте финансирование, мы должны четко понимать, что мы требовать будем финансирования у социального бюджета. Не создадим ли мы опять места безработных, и окажется, что, например, педагог, которому 50 лет не сможет найти работу в ближайшем районе, а что ему делать? И тут даже не идет речь о том, учитель какого предмета он. Да, нам часто говорят, что вы, Режа, не переживаете. Вот закроют школу в ближайшем районе, к вам учителя поедут. Я всегда думаю о том, да, они приедут. Вопрос, где они будут жить. Сможет ли учитель каждый день ездить? Хотя, опять-таки, у нас были уникальные случаи. У нас в 40-й средней школе работал учитель, который жил в Айскраукла, и каждый день ездил на работу. Что-то ему очень полюбилось. Я не могу сказать. Я очень надеюсь, что действительно мы полюбились. Да, и спасибо, потому что педагог работает до сих пор у нас в школе. То есть есть отдельные люди, которые способны каждый день совершать этот геройский поступок. Вопрос, опять-таки, учитель, который полтора часа провел в электричке, чтобы приехать на работе место. Насколько он сможет с полной отдачей сейчас войти в учебный процесс? Сколько часов он сможет работать в день? Если учитель... Я все-таки смею надеяться, что большинство наших учителей – это люди семейные. Если он переезжает в Ригу, он переезжает с семьей. Смогут ли они снять достойное жилье? И, опять-таки, не получится, что Рига оголит, если так можно сказать, и без того сельские районы, в которых население, мягко говоря, оставляет желать лучшего? Вот про учителей. И сейчас, наверное, самый актуальный вопрос – это забастовка возможная. 20 марта был пикет у здания Сейма. Тогда за ночь нашли более полутора миллионов евро. Потом пересматривали, когда уже принимали бюджет на прошлой неделе, еще пять с половиной миллионов нашли. И, в общем-то, потихонечку деньги собираются. Но 7 апреля, так или иначе, будет голосование за забастовку. Про водителю ее нет. Ваша школа уже решила. Будете участвовать. Это надо задать вопрос представителям нашего профсоюза. Потому что… То есть, где-то не централизованно. Так вот, не школа, а каждый учитель сам. В чем прелесть любой профсоюзной деятельности? Это самоорганизация. При всем своем адском желании, я как директор не могу дать приказ своему профсоюзу выйти на забастовку. Все члены профсоюза достаточно сознательные товарищи. И я верю в то, что они выйдут на забастовку. Потому что, мне кажется, события последних лет убедила, если так можно сказать, членов профсоюза в том, что цивилизованная забастовка, правильно организованная забастовка ничем не грозит работнику. За последние полгода в Берлине, недавно в Польше тоже очень… Да, но при этом приводит к результатам. Более того, у нас есть опыт наших ближайших соседей. Литовцы бастовали. Не один день бастовали. И голодовали, и так далее. Эстонцы сейчас взвешивают возможность забастовки. То есть, проблемы в странах Балтии примерно одинаковые. И сам факт, что деньги находятся за ночь, заставляют думать, что забастовка должна быть. Даже если все финансирование найдено, все равно это должно быть каким-то показательным шагом. Вы знаете, профсоюз работников образования так часто обманывали, когда говорили, что да, деньги найдены, но когда приходил момент деления финансирования, денег не было. Я прекрасно помню слова госпожи Харбацевич, которая в свое время была председателем профсоюза работников образования, которая вышла из Министерства образования и сказала, нас опять обманули. Но мне кажется, наступил момент, когда не только работники образования должны нести на своих плечах гигантскую ответственность. Кстати, это прекрасная тема для журналистского расследования. На одной странице написать всю ответственность, которая лежит на плечах директора школы, педагогов школы и всю ответственность, которая лежит на плечах депутатов. И сравнить заодно, как они отвечают за невыполнение своих обязанностей. Сколько инспекций следит за работой школы и сколько инспекций следит за качественной работой депутатов. Ну, мы сами это и делаем, стараемся делать, как общество. Не так много времени у нас до конца уже остается. Вот по поводу господи Шуплинской, и вы сказали, что да, еще деньги найдены, не факт, что они дойдут. И госпожа Шуплинская на днях в интервью Латвийскому радио сказала, что 80% что учителя получит, то есть не 100%, с учетом того, что деньги уже найдены, все равно она как бы 20% оставляет еще. И, в общем-то, у профсоюза такой, ну, можно сказать, что конфликт вышел. Шуплинская оскорбила, учителя посчитали, что это оскорбление. Она назвала их самой недисциплинированной публикой, отказалась извиняться, сказала, что ей не за что извиняться, и вообще она ведет с педагогами себя как педагог с педагогами, над педагогами. Как вы вообще ее оцениваете? И ее поведение, и ее личность, и ее слова? Я сейчас должна сказать, что я неуполномочена говорить сейчас от имени профсоюза руководителя образования, но как учитель, я кроме того, что я директор, я учитель, я могу сказать о своих пожеланиях и своих ожиданиях от человека, который является руководителем отрасли, в которой я работаю, от человека, который является лицом педагогов всей республики. Если министр образования позволяет себе экстраполировать какие-то свои личные наблюдения на всю профессию, на всю отрасль, в которой она работает, наверное, тогда сложно ожидать, что по отношению к ней будут какие-то положительные чувства и желание поддержать ее. но при всем при этом наверняка у госпожи Шуплинской были какие-то свои личные основания сказать о людях, работающих в профессии, что мы самые недисциплинированные. Очень хотелось бы понять, чтобы, если уж она не считает нужным принести извинения, даже если она разговаривает с нами как с равными, педагог с педагогами, наверное, если бы мой коллега мне сказал, что я самая недисциплинированная, он бы смог аргументировать, что он имел в виду под словом недисциплинированной, что я опаздываю на работу, не выполняю свои должностные обязанности, что я делаю не так. Госпожа Шуплинская сказала, что ее перебивали, что они дали закончить одно предложение, как на нее сразу напали с разных сторон, с какими-то фразами и ремарками, а она не смогла продолжить то, что она начала говорить. Ну, надо сказать, что во время урока в классе педагога достаточно часто перебивают. И если бы педагог позволил по отношению к детям сказать, что они самые недисциплинированные, я думаю, что уже на следующий день был бы ряд родителей, которые бы пожаловались как минимум директору школы о том, что учитель позволяет себе неэтично себя вести. Спасибо, директор Рижской 40-й средней школы, член Ассоциации и профсоюз руководителей образования Елена Ведищева была на студии, эфир провела Анастасия Смоловская, помогал звукорежиссер Евгений Копин. Всего хорошего.